среда 18 августа я вот мы третий день в общем-то не на море и особо не тянет я уж говорила об этом что-то не пойму что за звуки странные внутри короче так жарко но было слава богу у нас пару дней как-то расхладилась вечером даже прохлада у меня уже ну вот как потеешь сильно прям аж три шкуры реально три шкуры сходит кожа уже на шее как у черепахи я превращаюсь в тортиллу короче говоря уже никакие ни крема ни масла не помогают но я надеюсь что в общем-то день то теплый как бы нормально все люди полный город людей все еще забита и машин везде очень много ну короче говоря такой до сих пор типа пик сезона можно так сказать без уменьшения какого-то глобального зашла сейчас пару магазинов там по мелочам кое-что для дома для дочки кое-какие глупости мелочи для школы посмотреть и по пути думаю зайду еще в один магазин сто лет там не было там обычно такая пожилая тетка приветливая стоит какая-то ну моего моих лет чуть помоложе там после 30 что-то может и вот я захожу на как бы маску одевает ну молчит стоит там счет свое колупается а я делал меня чтобы понимали такая очень большая маска я ее сверху подворачиваю чтобы она на нос хорошо плотно ложилась а внизу она висит и я подгибаю но она мне до подбородка доходит просто она не заходит за подбородок вниз а наверх я хотела кое-какое типа пенала мягкого взять уже смотрю все и игрушку для животного я у нее спрашиваю огонь немножко типа открыть но там такая обычно знаете китайская то фольга сверху легко открыть легко закрыть проверить работает ли замочек чтобы потом не возвращать не бегать потому что они частенько выпадают она говорит да конечно да не проблема но вы маску нормально оденьте она вам вот так вот как одет она вам не помогает я говорю да она вообще никак не помогает она такая но она у типа в типа у меня в магазине она должна быть одета правильно зачитан у меня маска у нее маска я одна в магазине дверь открыта это такого открытого типа лавка короче я такая ну хорошо говорю думаю все это ли красиво назад спаковала оставила говорю до свидания заходят к тебе покупать или раз в сто лет у них реально такой закуток где я не сказала что люди активно прям закупаются у них в общем-то те же цены как наверху вот в кузнает реквеницу на площади возле рынка похожий товар только это у них с накруткой но иногда удобно у них то что наверху распродать у них остается ну вот просто закупаешь там ладно 5 10 куна неважно но я короче посмотрела думаю иди ты в задницу с таким отношением будет не мораль там читать как одеть да что вот и я недавно но я бы там сразу не стала рассказывать что вообще в другой теме было поругалась с одной семьей вернее с мужиком из одной семьи которую мы в чем-то ну можно сказать знаем на пляже как дело было короче вот мы были в городе я показывала когда мы шли из треквенцы в сельце как раз вот в городе были последний раз на нас неделю назад было очень жарко ну так получилось что днем были но дочка не захотела ни в какие бухточки нигде и мы как-то ну все по городу свои сделали дела на коней одну как бы на пляж но в сельце ладно думаю повеселю ребенка порадую для нее то я сменку взяла ладно дойдем уже доползем и мы дошли в сельце ну естественно у меня в общем то нет там что-то особо вот пляжных каких-то комплектов чтобы переодеваться переобуваться по минимуму взяла чтоб не переть и там семья у них дом есть скорее всего бабки у деда потому что их мы в прошлом году постоянно видели с одной девчонкой мы им даже прозвище всем дали тайны ну неважно чего не всегда были таки немного гиберактивные пофигисты на всех и на все но местные думаешь на типа они себе важнее естественно чем остальные люди вокруг ну пофиг не первый раз такой ну и короче как получилось играли пацаны как раз этот и так сказать семьи там мужик с детьми мужик короче жена девчонка это вот мы прям точно знаю каждый год наблюдаем это лето там по месяц они где-то остаются и пацаны три пацана из этой же семьи сейчас в гору перлась аж это немного стянуло в горле и получилось что они скакали возле нас и он меня прям вот они мечом кидали причем они просто там так кидали знаете друг другу играют дети играют они разгонялись то один разгонится то другой прыгает воздух как бы в воду ударяется плещет и как можно дальше закидывает мяч чтобы другого или типа загасить да или чтоб он его не поймал но думаю ладно фиг с вами хотя тоже знаете как людей толпа еще была прям реально не пробиться блин хотела пройти по этому по пешеходному тут все машины прям впритык уроду эти воткнуть и в общем пацаны прям так плюхали скакали и пофиг и они два раза возле нас была семья русских маленькой девочкой а мячик чтобы вы знали такой не прям пустой пустой резиновый а такой увесистый и он девочки прям в нос бам но она так как бы испугалась подпрыгнула не плакала ничего естественно это не какое-то ранение но неприятно ребенок подпрыгнул отбежал к маме эти короче пацаны взяли мяч пофиг играют дальше второму ребенку в голову я уже смотрю думаю ну блин ну хотя бы понять то можно что вы попадаете реально в людей но неприятно и вот он кидают кидают и в меня вам ну вот как бы в меня ударяет мяч плюхать заливает меня я говорю ну а я по-русски ему давай поосторожнее ну дурак не понял бы дальше хочу он раз таку посмотрел дальше не прошло там ни десяти секунд опять он швыряет этот мяч опять ударяет меня бам я хватаю мяч на эти как обычно берут догону подают тому же человеку я кидаю на пляж говорю типа перестань кидать в мою сторону они опять тупят тут мне подходит этот мужик из семьи которого ну про которого начали сказала с девчонкой которую мы также знаем и они аккуратненько со стороны он правда так хорошо встал прям дочку жопой отгородил прям вот в реально ли задницы к ней в лицо прям вот так вот встал чтобы показать что типа мог я тут играю щас но я молчу играют это пацаны и в третий раз он ударяет меня с этим мечом и окатывает меня конкретно но естественно не выдержала уже я ему ору на русском типа чё блин с трех раз вообще не понимаешь непонятно я специально на хорватском не говорю чтобы они типа думали ну туристы по это успокоились и побежали мне нравится сад возле этого отеля так прикольно выглядит вот и он короче это начинает меня типа чучу чучу и вот этот мужик который был с ним он такой разворачивается и орет мне а чё ты типа хочешь типа чуть и бедите типа помешали что такое но естественно думать что его не понимаю а я слушаю и говорит где пошел типа подальше опять же на русском ну я не думаю что я турист я же говорю им ты на туристов вообще по барабану они начинают менять по между собой типа это кости перемывать вот дура пришла мол типа она бы еще тут диван телевизор поставила стоит как столб типа еще и одетая типа это пляж она стала тут типа мы еще эти помешаем всякую такую ахинею но я им по-хорватской греши то я говорю понимаю дети типа в оба типа подальше типа козлы говорю от этого маленького урода типа папа ну типа самой совести научите говорю во первых то в голову кому-то победит попадет то катит говорю мужик такой отчет типа тут одетая стоишь как статуя свобода и стала ржать потому что горючу дурак что ли горючу говорю типа это ну и статуя говорю свободы говорю дипа обе оскорбил там так смешно мне было как детский сад я говорю это а он что-то типа это пришла тут стоишь одетая горюча забыла типа спросить стоять не лежать не одета или нет гибри мне задолбал твой пацан говорю три раза папа он вообще не три раза говорю где ты был блин пока он пулял детей культуре научите ну короче слово за слова все пересрались и вокруг смотрят все думают сейчас тут короче бит поначнется не на жизнь а на смерть и думает что ты нафиг связываться вот и он такой в итоге проходит они короче психанули потому что меня тяжело морально вытеснить но физически в общем то тоже поверьте мне особенно когда я зверею и он такой проходит как бы уходят они друг на другой пляж я говорю на но и что-то такое типа мол я не даю жизни там ним детям я говорю считаю не говорила типа уходите отсюда сказала папа аккуратнее вокруг людей вопрос и дети и пожилые все на свете ну и короче это не они такие собираться и он не проходит чтобы я услышал быть сейчас как толкнул бы типа такой злой типа в море подожди короче он такой говорит такой громко прям сейчас как толкнул бы ее в море чтоб целую типа окатить ну и разворачиваюсь говорю ну а у меня еще на голове тряпка была короче мне на солнце нельзя у у меня еще на руке появилось странное такое это родимое пятно непонятное мне вообще очень сильно кожа реагирует на солнце и что-то мне подсказывает что мне со следующего лета вообще короткие рукава будут ну не моя тема вообще придется наверно что-то легкое хлопковое типа ну многие так носят белые не знаю даже что-то надо придумывать чтобы закрывать руки потому что рисковать но его нафиг у меня в семье ну сами понимаете даже о чем я говорю болячка это проклятое а солнце действительно очень такое суровое здесь ну и короче это и он типа меня типа швырнет и все катит а еще типа что я сумка мне сумки документы кошелек я как в городе было с какого бы хрена я и так накупила товар поставила со стороны все через него скачут прыгают ну и спереть могут без проблем и такие были истории и я могу говорю давай давай говорю риск не рискните по здоровью подбегая говорю толка сейчас посмотрим кто кого все-таки охренели смотрит это ну и он естественно такой типа ну а говнился юб попер а я говорю давай ты давай я типа звоню 112 типа он такой вообще-то типа полиция а это вообще-то скорая вообще-то не скорая это общая служба где ты легко можешь поймать вот если ты не знаешь отдельно в стране полицию пожарных еще кого-то вообще любую службу ты не знаешь с кем связаться ты звонишь 112 они тебя сразу соединят где тебе надо потому что я уже много раз так делал это типа не полиция это скоро я говорю это мне как раз будет тебе его как раз и надо будет он окончательно психанул короче свалил ну что вы думаете два дня мы приходили то сидели все дела он был рядом они потом присмирели как бы не было вот этих скачек и дурдома как обычно прямо чудо блять ой и это и вот более-менее все прошло как-то нормально